Мессианская община Шавейцион Что он взялся, что он значит Хотя немного на эту тему я поговорю сегодня И прежде всего хочу всех вас поздравить Чтобы в каждом из нас В каждом из нас Этот исход из Египта совершился Чтобы каждый из нас Внутри себя сверхъестественным образом Почувствовал, что Бог выводит нас Из рабства И дает нам чувство свободы Дрор, освобождение Победу И я молюсь и желаю Чтобы сила имени Ишуа Амашеха Усилила многократно Действие Песаха Этого Дня Господня Чтобы подобно Катализатору Сработало в нас, усиливая Все те цели, которые Небесный Отец ставит Для всех Когда говорит Все праздники Господни И постановления вечные В роды ваши И я вот Чтобы подтвердить Мои слова Хочу прочитать Из Леви 23 главы Это указание О Митве О заповеди Когда Господь говорит С 4 стиха читаю Вот праздники Господни Священное собрание Которое вы должны Созывать в свое время И дальше написано В первый месяц В 14 день месяца Вечером Песах Господень В русском написано Пасха Но мы понимаем Что это от слова Песах От слова Пасах Проходить мимо Ибо ангел Губитель Прошел мимо Тех домов Чьи двери Были обогрены Кровью Агнца Ягненка Мы понимаем Литеральный И аллегорический Смысл И буквальный Смысл Как хотите Назовите Что каждый Кто Прилепился К Творцу Кровью Небесного Агнца Божьего Агнца Яшуа Он испытывает Этот Песах Когда Ангел Губитель Проходит мимо И образно Павел Многократно Говорит На суд не приходит Человек Избавляется От многих Вещей Если держится Песах А желаю вам Благословения Итак В 15 день Того же месяца Праздник Опресноков Господу 7 дней Ешьте Опресноке В первый день Да будет у вас Священное собрание Никакой работы Не делайте И в течение Семи дней Приносите Жертвы Господу В седьмой день Также Священное собрание Никакой работы Не работайте И сказал Господь Моисею Говоря Объявися нам Израилем И скажи им Когда придете В землю В землю вашу Которую я даю вам И будете Жать на ней жатву То принесите Первый сноп жатвы Вашей К священнику Он вознесет Этот сноп Пред Господом Чтобы вам Приобрести Благоволение И на другой день Праздника Вознесет Его священник И в день Возношения снопа Принесите Во всесожжение Господу Однолетнего Агнца Без порока Суть Вот этих Вот стихов Которые я прочитал Там как бы Внутри Сокрыты В одну пасхальную Неделю Три Праздника Первый из них Песах От слова Избавление Или губитель Пасах Прошел мимо Второе О пресноке Ешьте Мацот Пресный хлеб Провозглашайте Чистоту Господню Для вас Искупление Которое он делает Для вас И третье Вот этот вот Омер Или первый сноп Плоды земли Павел Потом интерпретирует Эти слова Говоря Что Ешуа Он Первенец Из мертвых То есть Делайте Подношение Или Почитайте Бога За тот Первый плод Земли За Машиаха Воскресшего Из мертвых Чтобы вам Самим Стать Подобным Ему То есть Наследовать То Что мы Называем Воскресение В славе Но Сегодня Я хочу Немножко С другой Стороны Посмотреть На Песах И Вы знаете Мессианские Евреи Подобно Всему Израилю Празднуют Этот Песах И Празднуют Его с Агадой С Книгой В которой Рассказана История Когда Семья Собирается Вокруг Стола Читает Агаду И Многие Усматривают В этом В этой Агаде Много Мессианского Смысла Некоторые Говорят Ой Это чисто Равинистическая Традиция Она вам Совершенно Не нужна Я Хочу Немножко Приоткрыть Одно Из Данной Темы Сейчас На эту Тему Многие Говорят Возможно И вам Будет Интересно Об этом Услышать Совсем Недавно В Тель-Авивском Университете Была Одна Лекция Где Профессор Сказал По всей Видимости Первыми Кто совершал Пасхальный Седр Были Ешуа Со своими Учениками История Записана В Новом Завете И потом Он Так Пояснил Что Равинистический Иудаизм Пытаясь Прикрыть Сделать Это Событие Незначительным Разрабатывает Агаду Чтобы То Что Там В Новом Завете Было Как бы Стало Частью Вот Такие Мнения Сегодня Мы Иной Раз Слышим В Израиле Так Это Или Не Так Очень Сложно До Конца Сказать Хотя Некоторые Исторические Данные Да Присутствуют И я Хочу Просто Показать Одно Место Писания Которому Некоторые Относятся Не Очень Четко Павел Апостол Павел Или Раф Шауль Помним Что Павел Уже Будучи Глубоко Верующим И серьезнейшим Последователем Ешуа Представ На одном Из Судейских Заседаний Когда его Обвиняли Что он Еретик И прочее Сказал Я Фарисей Сын Фарисея То есть Не сказал Я бывший Фарисей Сказал Я Вот В Хове Вот Сейчас Я нахожусь И я Фарисей То есть Раф Шауль Он Пишет Послание Верующим В Каринф И Пишет Им В Пятой Главе Первого Послания Седьмой И восьмой Стих Интересные Слова Которые В русском Языке Очень Часто Звучат Как Некоторая Интерпретация Но На самом Деле Эти слова Значительно Более Сильные Интерпретации Вот Древний Израиль Совершал Песох А вы Вот вы Как бы Новые Чистые На самом Деле Это аллегорическое Толкование Да верно Но Но Не Все Суть Вот этих Слов Которые Записаны В седьмом И восьмом Стихе Апостол Павел Дает Верующим Каринфянам То бишь Язычникам Уверовавшим В Ясное Указание Совершать Митцву То бишь Праздновать Праздник Песох Некоторые Говорят Христиане А нужны ли нам Эти еврейские Вещи Я вот Сегодня Как мессианский Верующий Говорю Вам Да Нужны Потому что Я Есть Заповедь Израилю И если Вы присоединились Через кровь Ешуа К Израилю Посмотрите По новому На эти Стихи Здесь написано И так То есть он как бы Бескомпромиссно Греческий язык Как говорят специалисты Вообще здесь Используют слова Очень четко Показывающие Однозначность Вы Должны И так Очистите старую Закваску Чтобы вам Стать бесквасными То есть Вы Стали Мацот Почему Вы стали Мацот Потому что Вы стали Чисты Ибо Ешуа Становится Вашим Песохом Вы знаете История Рассказывает Интересную Вещь Во втором Веке Один Из Епископов Сардиса Мы помним В откровении Ешуа Господь Наш Дает Повеление Седьми Кирилотам Семи Церквям И говорит Ты так Поступи Ты так Там одна Из них Называется И церкви Ангелу Церкви Сардисской Скажи Так Так вот Во втором Веке В этой Церкви Был Епископ Которого Имя Мелито И он Читая Вот эти Стихи Которые Я Только что Прочитал И назвал Их Митсуа И Столковал Точно Таким же Образом И он Сказал Дорогие Верующие Из язычников В Ешуа Полностью Ассоциировали Себя С еврейством Или с одним Из движений Еврейства И может быть Они не делали Обрезание Потому что Деяние апостолов 15 глава Явно им Сказало Вам не нужно Это делать И вам не нужно То-то и то-то Делать Но Жить Как евреи В моральной Чистоте Приверженными И между На столе Кто Из них Там Был Первее Очень Сложно Судить Но Суть Суть Сделать Что-то Особенное Что-то Особенное Написано В этот день Убери из дома Квасное То-есть Приложись К тому Чтобы Что-то Особенное Совершить Вокруг И вот Сейчас Я хочу Вам Чего-то Еще Рассказать Для Некоторых Которых Ну как бы Силой Подтягивают К этому Еврейскому Обряду Песах Агадам Может И чтение Агады Вечерний вечер Может смотреться Таким чем-то Длинным Натянутым О Сидя Вино Это О Нельзя Вообще Вино Пить Некоторые Говорят Ну Нельзя Быть Пьяным И Напиваться Но И Вино Некоторых Раздражает Потом Песни На Иврите Непонятны То есть Они Утомляются От всего Это Вопрос Это Один Из Взглядов Я Слышал О таких Вещах От Многих Людей Есть Другой Взгляд Когда Пасхальный Вечер И Семья Или Семья Вместе И Радостно И Ведущий Он Проявляет Какую-то Инициативу И Он Дает Какие-то Дополнительные Вещи Туда Столкнуется Все Интересно И Другой Совершенно Взгляд Когда Ты Наслаждаешься Этим Но Вы знаете Я хочу Сегодня Сказать Что У Пасхального Седера Есть Как бы Три Основные Цели Три Основные Цели Первая Цель Это Вспомнить Вторая Это Поблагодарить Или Прославить А третья Укрепить Вот по этим Трем Коротеньким Целям Я хочу Пробежаться И Если вы Где-то Не так Прочитаете О году Или не так Немножко Сервируете Стол Ничего Страшного Потому что Главное Желание Ну что такое Вот эти Вот самые Три Три Вспомнить Вспомнить Что в день сей Творец Своей Собственной Рукой Избавил Наш народ Из рабства По сути Это Не аллергия Это Четкое Воспоминание Каких-то Вещей Которые Случились Несколько Тысячелетий Назад И Очень сложно Датировать Точно Некоторые Говорят Мы нашли В раскопках Что-то Там Или что-то Здесь Да не так важно За Несколько Тысячелетий Ты можешь Найти Что угодно И столковать Это как угодно Если мы верим Вот этой Книге То эта книга Очень четко Рассказывает Нам Что Народ наш Избрал Творец И те Из неевреев Которые через Ешуа Присоединились Могу сказать Однозначно Тебя Также Избрал Творец И ты должен Вспомнить День Сей И Вы знаете Есть такое Выражение Что каждый Чтобы исход Совершился В твоей жизни Итак Первое Вспомнить Память Штука невероятно Важная Помнить Знать Помнить Вспомнить Точнее Ты можешь Ты можешь Знать Но В данный Момент Вспомнить Прочитай С семьей Исход Прочитай Еще раз Что небесный Отец Делает Для тебя Второе Прославить В любом Обществе В любой Культуре Есть такое Слово Спасибо Туда Раба Thank you И все что угодно Когда ты Благодарен За то что тебе Чего то делают Творец Совершил Нечто Есть такая Песня Дай Дай Ену Достаточно Для нас Чтобы он Сделал для нас Одну из Милостей Но он Сделал для нас Целую Массу Милостей То есть Это песня Которая поется Во время Чтения Годы Во время Празднования Пасхального Вечера Бог Избавил Еврейский Народ От рабства И тебя Через Ешуа Присоединил К этому Народу И вместе С ним Избавил За это Стоит Поблагодарить И Если кто то Не умеет Хотя бы Закрыть глаза Поднять руки И сказать Творец Благодарю Тебя Что ты Реален И совершил И даже Если ты Делаешь Это Не всегда Осознавая Не всегда Прикладываясь То знаешь Есть всегда Тот момент Когда внутри Что то Щелкнет И внутри Что то Раскроется И динамика Захватит Тебя Чтобы ты Вошел В это Переживание Благодарения Многие Грамотные Говорят Что тот Кто Знает Как Благодарить Бога Чувствует Как небеса Прикасаются К нему Это правда Если Мы можем Быть Благодарными Творцу Мы можем Переживать Небеса Итак Первое Вспомнить Второе Поблагодарить А третье Третий смысл Этого пасхального вечера Укрепить Укрепить что Знаете что Укрепить Семью Как здорово В самом начале Написано В книге Исход Помня Сей день Собери Семью И возьми Ягненка А если Семья Мала Возьми Несколько Семей Все разговоры Идут О семье О семье О семье Господь Призывает И хочет Чтобы Наши семьи Были Укрепленными По сути Он как бы Подстрочно Говорит Этот день Сверхъестественно Укрепляет Твою семью К сожалению Многие Росли И никогда Не слышали Седера Многие Росли И никогда Не знали Отца Многие Росли И знали Отца и мать Но не знали Что такое Настоящая Семья Я хочу Пригласить Вас Делать Цедр Песах Призывая Бога И молясь Чтобы Он совершил Вот это Еврейское Таинство Про которое Тора Говорит Научись Говорить Сыну Твоему Или Детям Твоим Чтобы Твои дети Увидели Тебя Делающим Вот это Заповедь Митсву Сверхъестественно Бог Произведет Нечто Внутри И Если Ты Не знаешь Как И даже Очень сильно Сомневаешься А возможно Даже Очень сильно Боишься Не важно Попробуй И сделай Как можешь Даже Очень Просто Главное Чтобы Ты Приложился Ко всему Этому До сих пор Я сказал Все Про Седр Вспомнить Прославить И укрепить А где же Вера в Ишуа Ишуа Вера в Него Посреди всего Этого события Становится Подобно Катализатору Темы Которые В свое время Изучали Химию В школе Помним Что Катализатор Это Возможный Вообще Никудышный Препарат Или Материал Который Может Стоять Годами На полке Но Когда он Попадает В правильно Идущую Реакцию Он ее Усиливает Для многих Ишуа Это Никто К сожалению Но на самом деле Когда мы Принимаем Его То Вот эта Пасхальная Года Может становиться Для тебя Совершенно Другой Реальностью И не случайно Что именно Этот день Он избрал Чтобы совершить Вечерю Со своими Учениками Некоторые говорят Тайную вечерю Тайной она не была Потому что Знали где они Собирались Так просто Картина называется Тайная вечеря Помните про что я говорю Но в тот вечер Когда Ишуа Собрался Со своими Учениками И он взял Мацу Он взял Виной Благословив Преломил Сказал Идите Пейте Вспоминайте Знайте В этот момент Что-то включилось И В определенной Мере В тот момент Когда он сказал Все Кровь моя Кровь нового Завета По сути Когда он сказал Это Небеса Как бы Опустились Вниз И ты Смог Войти Внутрь Ишуа И понимание Того Что именно Он Является Пасхальным Агнцем Оно Усиливает Эффект Песаха И тогда И огненок Божий И его кровь И его ломимое Тело Становится для тебя Обновлением Жизнью Силой А лев Из колена Иудина Становится для тебя Царем И руководящим По жизни Ведущим тебя В правильное место Седр Песах Помни Благодари Укрепляй И знай Что Бог Возлюбил тебя И искупил тебя Я желаю тебе Благословенного Седра Пасхального И силы Божьи Чтобы они Действовали В твоей жизни Обильно Пусть Господь Благословит Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова